Не, человек пишет в личку, он даже постарше меня, ему болтинник, да, то есть вот Андрюхин ровесник как раз. Я, говорит, специально, блин, специально показывал ролик своей маме, и она, говорит, мне подтвердила, что Советский Союз до 1953 года, это, говорит, совсем другая страна. Советский Союз после 1958 года, это, говорит, совсем другая страна. Я, говорит, теперь не верю всем вот этим вот совкадрочерам, воссталавляющим СССР и так далее. Как им вообще можно было верить? Это та самая проблема, это именно та самая проблема, с которой вот нам сейчас всем придется столкнуться. Вот мы сейчас все живем в обществе, которое абсолютно неадекватно, понимаешь? Да. Вот люди, вот в нашем вот обществе, люди в нашем обществе, они абсолютно неадекватны, притом на всех уровнях. Вот я тебе круче скажу, я бабушку свою спрашивал, когда говорю, вот вы при Сталине как жили? Вот угадай, что она отвечала. На меня пролетарская семья была. Она отвечала следующее. Мы жили хорошо, мы голода не видели. Ну, это нормальная обстановка вопроса. Вот, знаешь, то есть кто-то видел, получается, там. Ну, ты понимаешь, в чем суть. Люди так устроены. Давайте так, вот смотри. Люди так устроены. То, что подавляющее большинство людей, подавляющее большинство людей, они вообще собственной головой не думают. Им не надо. Это вот особенности общества. То есть это вот социальная механика. Большая часть людей, они отказываются думать своей головой. Это залог выживаемости. То есть это конформизм, это сокращение конфликтных ситуаций. Именно так. Клипсик сокращен. Именно так. То есть в данном случае, вот это вот, именно социальная выживаемость. Именно тот самый вот пресловутый конформизм, о котором ты говоришь. То есть для простого человека, для простого человека, вот есть, как тебе объяснить, есть официальные ценности. Именно официальные ценности. Вот они общепризнанные ценности. И эти общепризнанные ценности, они не ставятся под сомнение. Это залог конформизма. Понимаешь? Да. Именно так. То есть вот если, например, до 2018 года, до 2018 года, вот любого вот этого вот среднестатистического хомяка из народа, посреди ночи разбуди и спроси, за кого будешь голосовать, он тебе не задумываясь ответит, за Путина, правильно? Вот это было до 2018 года. Потому что это являлось общественной ценностью. Да? Это вот являлось тем самым. А я сейчас с Путиноидами общаюсь, они мне говорят, что Путин не оправдал их доверие. Сама пряшет, вот это надо, насколько в голове ебанутому надо быть вродить. Не торопись, не торопись, это немножко не так работает. Я тебе просто пытаюсь объяснить, как это реально работает. Вот сейчас ты разбуди посреди ночи вот такого вот бывшего путинофила, да, то есть вот он буквально два года назад, он был путинофилом, вот прям вот таким вот Махаровым, который не задумываясь посреди ночи отвечал, что надо голосовать за Путина. Сейчас ты его разбуди посреди ночи, спроси, за кого надо голосовать, он зависнет. Он отнесется к этому в понимании. Он зависнет, то есть у него просто не будет ответа. Вот это надо очень четко понимать. То, что одна общественная ценность, вот эта вот, та общественная дрессировка, это именно дрессировка, как животных дрессируют. Вот человека 18 лет дрессировали, то что есть вот это вот правило, для того, чтобы показать себя правильным в обществе человеком, да, то есть вот ты хороший конформист, к тебе не будет вопросов никаких. Соответственно, вот у него есть вот эта дрессировка, вот это вот вбитое в голову за 18 лет правило, то, что голосовать надо за Путина. Это как бы одна сторона медали. Он это очень четко осознает. Но при этом у него есть в голове абсолютно другая дрессировка, которую ему вообще прививали с детства. То есть это вот дрессировка уже из нашей русской культуры. То, что человек, который не отвечает за свои слова, это фуфло и пиздобол. И, соответственно, место этого человека, ну где-то между шнырем и пидорасом. Этот человек не может быть президентом страны. Физически не может. Понимаешь? И в данном случае вот этот вот среднестатистический хомяк, да, вот этот вот среднестатистический хомяк, хорошо дрессированный, он попадает в вилку. Как жить-то? Как жить-то, блядь? Он попадает в вилку. То есть, с одной стороны, есть общественная ценность, которая 18 лет подряд делала его правильным хомяком. Голосовать надо за Путина. А с другой стороны, есть общественная ценность, которую вот он с детства с молоком матери впитал, вот вся его, блин, жизнь прошла вот в этом футболе, формате, то, что человек, который не отвечает за свои слова, это фуфлой, пиздоболый, его место между шнырем и пидорасом, и она ему говорит, то, что голосовать за Путина нельзя. И Путин вообще не является, как бы, достойным человеком, который может занимать пост президента. Я так понимаю, сейчас будут какие-нибудь очередные выборы, и человеку по телевизору скажем, за кого он будет голосовать. Именно. Но это будет годик-через два. Сейчас они пытаются, пока, видишь, они пытаются как-то сохраниться. То есть, они пытаются сохранить вот эту тварь. Вот сегодня Путин, вот сегодня Путин себя добил окончательно. Он сегодня опять давал интервью по телевизору, он-то, знаешь, что сказал? Что у нас в России 70% среднего класса. А знаешь, что такое средний класс, по мнению Путина? Это люди, которые зарабатывают от 17 тысяч рублей. Он прям так и сказал. То есть, полтора прожиточных минимумов это средний класс. Мы не будем с ним бороться, мы должны его только укрепить. Представляешь? Мне прямо вот, честно, мне даже по-человечески становится его жалко. То есть, вот ты представишь, насколько у человека все плохо. Такое ощущение, что он сам себя топит уже. Он уже сообщил, что скоро 17 тысяч покажется мечтой. Вот, тем, кто хочет попасть в какую-либо работу. То есть, что он так, что, да. Дело в том, что ему ведь эти тексты кто-то подсовывает, ребятки. Вы смотрите на вещи реально. Да? То есть, он уже давно просто говорящая попка. Просто говорящая попка. И все, что он читает с листочка, ну, это примерно как в свое время Брежнев, да. Сиськи-ма-сиськи. Примерно то же самое. Вот тот, кто подсовывает ему эти тексты, уже непонятно, на кого он работает. Поэтому я говорю, человеку, на самом деле, блин, вот по-человечески его становится жалко. Вот. То есть, его прямо вот стремительно превращают вот в этого жертвенного барана, которого надо зарезать на потеху толпе. Которого сначала красиво, хорошо откормили, а потом зарежут. И вот эти вот процессы, которые пошли с 18-го года, да, то есть, вот эта вот смена тренда, переворачивание ситуации, вот, то есть, людей ведь сейчас их целенаправленно же приучают. Я вот эти вещи очень просто отслеживаю, да, то есть, я отслеживаю по своей маме-пенсионерке. То есть, у меня такой вот ходячий рядом триггер. Притом, мне ей даже вопросы задавать не надо. То есть, она сама, вот, я на кухню вышел, там, чаю себе налил, вот, она мне сама все расскажет, да, то есть, вот, что там написали в одноклассниках про Путина. Что люди обсуждают, понимаешь? Да. Вот, все, она мне все это расскажет. Вот. И вот эта вот смена тренда, вот, за эти два года, она уже очень сильно изменила вот эту вот расстановку сил. Да, то есть, если вот два года назад вот эта вот установка, то, что голосовать надо за Путина, она была, ну, практически незыблема. Да, то есть, вот этот вот среднестатистический хомяк, он даже после пенсионной реформы еще где-то первые полгода, он, не задумываясь, отвечал, что голосовать надо за Путина. Ну, вот, с каждым днем, вот эта вот общественная ценность, она умирает, да, то есть, она умирает, и ее место занимает вот эта вот общественная ценность, то, что фуфлоу, пиздобол, не может быть президентом страны. Не может. Сейчас открываешь этот ВКонтакте и Одноклассники, и поражаешься, как же они принимали 282-ю статью, вот, глядя на то, что сейчас творится, вот ВКонтакте и Одноклассники. Да. Сейчас там только ленивый, не хуесосит Путин. Именно так. А потом, понимаешь, вот первые где-то вот полгода они ссались. То есть, понимаешь, вот как это работало, да, то есть, вот где-то первые полгода они ссались, его хуесоси. Именно ссались. То есть, это вот были какие-то редкие высказывания, которые тут же сразу забивались вот этими вот Ольгинскими троллями и другими дрессированными дураками. Потом вот это вот все постепенно начало, блин, спадать на нет, на нет, на нет. И сейчас, вот если кто-то там что-то мяукнет о том, то, что, не, ну как вы не понимаете, ну Путин же о нас заботится. А кого, кто кроме него, там такая куча говна сразу вываливается. Это просто какая-то конская жесть. Просто там, я не знаю, вот откуда в людях, нет, я понимаю, откуда столько говна в людях, я это прекрасно понимаю, я же вижу, в каком мире мы живем. Но, если раньше они боялись это вываливать, да, то есть у них был вот этот вот страх, то, что они нарушают общественную ценность, сейчас у них этого страха уже нет. Людям наплевать. И это всего лишь два года прошло, ребят. То есть это прошло всего лишь два года. А представьте, что будет еще через два года. Общественная ценность. Путин чмо. Да. Притом, это будет не просто вот общественная ценность, да, это будет, это вот судьба гораздо хуже, чем там того же Брежнева, да. Ну, его ведь когда хоронили, в принципе, вот, ну люди отнеслись к этому как к разумной вещи, да. Ну, по большому счету, ну Брежнев, ну он был смешной, ну, да, он был такой, ну, по сути своей-то, как бы... Он был безобидный. Он был безобидный, и он страну-то поднял, то есть дал определенный уровень потребления. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Тамо поднял не было никакого слова даже. Ничего он, конечно, не поднимал, но он сохранял вот этот вот худо-бедно, пытался сохранить вот этот вот порядок вещей. Андрюха, я тебе гвоздь голову забьет. Я сказал, вот, крючи звуки. Брежнев, он пытался сохранить, да, то есть вот все его, как бы, вот эти вот сиськи-масиськи, они были направлены на то, чтобы, ну, вот как-то сохранить вот этот вот текущий порядок вещей. Понятно, что сохранить он уже ничего не мог. Не мог он ничего сохранить. Да, там уже, блин, первый секретарь обкомов там в своих вот этих вот доменах чувствовали себя, блин, царями, богами и творили все, что хотели. Вот это понятно. Вот эти вот там все Усмановы, которые сейчас вот там, вот этот вот олигарх, да, то есть вот он же кто? Детеныш ташкентского прокурора, да. Че он там творил вот это вот в своем этом Ташкенте, там даже лучше не знать. Просто лучше не знать. Они там, насколько я знаю, они там составы с хлопком налево продавали, блин, вот еще какой-то херней занимались. Он сел просто из-за того, что вот они там по глупости изнасиловали какую-то девочку, блин, из КГБ. А она оказалась дочкой очень серьезных и влиятельных родителей. Вот и все. И сажал его лично Андропол. Поэтому вот то, что тогда происходило, да, то есть вот если мы берем Брежнева, это вот просто вот были жалкие попытки сохранить вот тот общественный договор, который вроде как еще существовал между властью и народом. Хотя при этом власть уже вела себя как хозяева, да, то есть вот они даже в советские времена, они уже себя вели как хозяева. Но они не могли об этом заявить открыто, да, потому что вот открытое заявление о том, что мы хозяева, вы тут рабы, в данном случае, ну, их бы просто ринчевали и все. А Путин, он в ближайшие годы уже будет, он сейчас уже воспринимается как враг. Да, то есть вот сейчас вот те люди, которые начинают выходить вот из этой комы, вот из этой вот 18-летней дрессировки, то, что вот Путин хороший человек, они постепенно сейчас из этой комы выходят. И, соответственно, блин, вот у них уже вот есть очень четкое ощущение, что, во-первых, это человек непорядочный, он занимает свое место не по праву, а во-вторых, то, что он делает, это враг. Это враг. Самый настоящий. Есть такое забавное определение в науке, есть такой вот эффект Даннинга-Крюгера. Ни разу не слышал. Ни разу не слышал, но суть не знаю. Блин, ну, по-научному звучит очень сложно. Но если его упрощать, вот до такого вот простонародного русского языка, эффект Даннинга-Крюгера, он будет звучать так. Долбоеб не может понять, что он долбоеб, потому что он долбоеб. Не дано. Никак. И ты не можешь объяснить долбоебу, что он долбоеб, потому что он долбоеб и не понимает, что он долбоеб. Вот у нас сейчас все уровни власти, они состоят из таких людей. Все общество состоит из таких людей. Потому что вот в 1958 году система образования была полностью уничтожена. И Советский Союз, он начал готовить идеальных долбоебов. Все люди, которые сейчас, вот все общество состоит вот именно из таких вот долбоебов. За исключением очень небольшого процента людей, которые пытаются собственной головой думать. То есть вот они пытаются думать собственной головой и ищут дополнительную информацию к официальной системе образования. Вот у них немножечко присутствует собственное мышление. Вот они немножко способны одуплять ситуацию. Они немножко понимают, что происходит в обществе. Все остальные нет. что происходит в обществе. Продолжение следует...